На юге Кыргызстана восстановлен завод по производству поликристаллического кремния. Этот материал используется в солнечной энергетике и электронной промышленности. Предприятие возобновило работу после долгих лет простоя и разбирательств с бывшими владельцами. Власти рассчитывают, что комбинат в Ташкумыре станет флагманом экономики Кыргызстана. После модернизации, которая потребует внушительных финансовых затрат, завод сможет поставлять кремнии крупнейшим мировым производителям электроники и бытовой техники. В торжественном открытии принял участие президент Курманбек Бакиев. Краткая экскурсия по цехам. Три года простоя не прошли даром. На восстановление производства затрачено около 15 миллионов долларов. Необходимо в 10 раз больше. Иностранные инвесторы денег не жалеют. Прибыль с лихвой окупит все затраты. Кыргызстан сейчас встал на такой путь, когда будет развивать именно такую отрасль экономики. Энергетика, производство кремния и так далее. Это будущее. Это не вчерашний день и не сегодняшний день. Это будущее. И будущее очень такое. Реальное такое, перспективное будущее. Благодаря уникальным свойствам кремний может преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Ташкумырский завод – единственное предприятие в Центральной Азии, выпускающее такую продукцию. Уже идут переговоры на заключение контрактов с основными производителями электроники – Россией, Японией, Германией и Китаем. Мы произвели первые сотни килограммов поликристалльской кремнии. В планах в этом году до конца года произвести более 70 тонн поликремния для нужд солнечной энергетики и электронной промышленности. На востоке, на востоке, что за небо... Пока президент знакомится с производством, рабочие отмечают открытие завода на центральной площади Ташкумыра. Для местных жителей это настоящий праздник. На предприятии создано более 500 новых рабочих мест. Айбек трудился на комбинате до его закрытия. Последнее время перебивался случайными заработками. Решил вернуться. Зарплата хоть и маленькая, всего около 35 долларов. Но постоянные, говорит рабочий. Производство налаживается. Завод работой обеспечил не только ташкумырцев, но и жителей близлежащих сел. Зарплата маленькая, но пока устраивает. После реализации продукции обещали повысить. Жизнь постепенно налаживается. После открытия завода поднялись и цены на жилье. В полузаброшенный городок стали возвращаться жители. Для налаживания производства были приглашены иностранные специалисты. Как отмечают эксперты, в условиях мирового финансового кризиса Средняя Азия – наиболее выгодный регион для финансовых вложений.